You should pull the fucking trigger с коннектора. Флэйми еще одного забирает эта бомба, которая летит и Дюпри также отлетает на верхнем, Гардиан не промахивается по Девайсу. Такое ощущение, что тут играет, я не понимаю, кто тут играет. Выход на Б, Флэйми справляется, пока делает минус, тут же отвечает Девайс, Киарбай должен проходить на плент и устанавливать бомбу. Бомба пока лежит. Так, Сист поджимает, Симпл, вернее, поджимает, хороший тайминг может сейчас для себя споймать, делает один минус и делает второй минус, мог сделать. Кто мог подумать, что Астралис вот так вот за атаку размотает свой компонент. Дюпри, выход от него, ну, не забирает никого, надо продамаживать Сист. Симпл погибает от руки Киарбай, а дальше, и даже Глэйва, который выход делал вместе со своим тиммейтом, Флэйми. Классный хэдшот, залетает на тот же Кзипик, отвечает по Систу, три в три. Просто без гранат, без раскидки вышли в мидл, но сейчас уже, когда заняли позиции, накидывают гранаты и на плент, и на линии. Ну и тут три игрока на А от Нави, и три игрока от Астралис. Сейчас Девайс уже падает, Эдвард забирает Киарбая, Кзипникс делает минус, ситуация один-два. Ну вот, ты знаешь, вот этот раунд как раз-таки вот скорее Астралис отдали, нежели взяли Нави. Видит два игрока на зелени у Астралис. Ну, кстати, тут вполне возможно, что мы увидим фейк. Гардиан, отличный выстрел по Дюпри, там еще есть Флэйми, Гардиан. Думаю, да, то есть и должны законтрить эту позицию. Девайс погибает на зелени, и человек, который был в мидле, поменял позицию, ушел на зелень. Симпл еще и делает минус по Кзипниксу. Вот он Дюпри, который был в мидле, и он погибает от Флэйми. Ситуация два в один, Киарбай, один в один. Делает минус по Гардиану Флэйми. Флэйми откидывает флешку Киарбай. Что за флешка? Седает ее Флэйми, так, дальше нужно танцевать на окнах. И нужно делать выпад, и у него это получается. Он перестреливает соперника, и у него остается 38 хп. Минус 3 от Егора Васильева. Астралис очень нужен именно АВИК для Девайса. Нужно смотреть на деньги. Эдвард выходит на верхний, Навит стягиваются уже все на Б-плэнд. Ну, и Астралис, конечно же, уже готовы принимать. Навит должны просто перестрелять своих оппонентов. Симпл. Ну, так и получается. Это тир для Саши Костерева. А Эдвард также убирает Киарбай. Ну, давай. Давай будем реалистами. Посмотрим, как сейчас пройдет этот раунд. Возможно, получится. Флейми на сутки. Пока занимается у нас верх-низ. Довольно-таки близко игроком, у которого не примет Дюпри. Дюпри должен опять же забирать соперника в одного, второго. Нет, не получается. Эдвард отвечает. Но тут же второй хэдшот залетает по Глэйву. Хороший выход. 3 плюс 2. Мидл и верх-низ. Почему дальше не двигаются? Кзипникс делает минус по Гардию. На Девайсе отличная позиция. Он сейчас может еще кого-то забрать. Сис делает минус по Кьярбу. И дальше Нави продвигается на Аплэнд. Симпл должен прочекать здесь Девайса и ставит ему все-таки хэдшот. Ситуация 3 в 1 для Гзипникса. И он должен здесь отлетать. Как он в смок затопил и убил Симпла. О-ло-ло. Там Александр сейчас чухает репу. Ну, здесь никуда, на самом деле, идет Гзипникс. Но попытка не пытка. Они должны забирать Гардиан пока что на коннекторе под точкой B. Там же находится большинство из состава команды. Готовится выпад на B. Ну, а там вот, как ты уже выразился, 3 игрока защиты, которые могут быть сюрпризом. Девайс на тройке с Деглом. Будет встреча с Эдвардом. Встреча на Эльбе. Кто кого? Ну, Девайс выходит. Сразу же выпад от Эдварда. Хороший хэдшот залетает. Ну, и дальнейший выход от Калашей. Минус. Гзипникс без шансов. Не было, что самое интересное, размена. Дюпри тоже читаемый. Флейм его забирает. Ну, и Глэйв заходит в спину. Здесь он, в принципе, уже спалился, так что СИЗ должен добирать. Да, получается. Так, у нас там экшен в мидле от Нави. Молотов направо на зелени. Начинается выход. Это выход 2 зелень, 2 мидл. Так, минус Кирбая. Человек наверх-вниз. Там Дюпри был с магом. Про него-то не забыли? Нет, все-таки забыли. Дюпри делает минус по Эдварду. Но, в целом, для Нави вроде все неплохо. Гзипник срывается на плэт. Почему бомбера не кроют? Почему не кроют бомбера? Пацаки, как же так? Ивайс делает минус по СИЗу. 9 секунд до конца раунда. И падает Симпл. Это 16-9 для Астралис. Поздравляем датский коллектив. Что самое интересное, Симпл играет один. Он услышал, услышал игроков в туалете. И он просто здесь не ждали. Французы Симпл был близок к тому, чтобы забрать RPK. Оставил ему 7 хп. Здесь сохраняется преимущество для Нави. Ситуация 4 в 3. RPK красный. В общем-то, можно забирать этот раунд. Флэмми делает минус по Смитсу. Тут же еще и забирает RPK. И божественный зажим. Неплохо. Но он не приносит никаких результатов. Пока Нави находится в роли догоняющих. Хотя в этом раунде уже сделали 2-3 килла. Симпл за пламентом. Классно. Им залетает там хэдшот по Ашаксу. Также откидка каешки. Смитс откидает без шансов. Абсолютно. И СИЗ запирает скрим. Возможно, Смитс как-то нащупал свою игру. И действительно начинает разваливать. Сейчас он как раз-таки первый был на банане. Симпл принимает. Делает один выстрел. Второй. Уже заканчиваются патроны. Еще троих собирает. Гардиан работает на хэлпе. Ну и нужно здесь закрывать Шокса. Симпл квадрокилл. Четвертый номер Нави. Это, конечно же, Денис Костин. Но у него этого не получается. И это подтверждение слов. То, что действительно от G2 играет свою игру. Ну что ж, Эдвард. Все или ничего. Максим Бульдозер. Забирает одного. Оу! И красный поставляет Бадди. 12 хп. Это ошибка от G2. И это возможно. Команды НАТО с Финцером подключить этот раунд. Флейми. За КамАЗом. Отлетает. Также за Пантом. Танцует против него Гардиан. И получается. Зараз соперника. Так же один выстрел по Бадди. И он троих. И так получается. Дальше продолжают действовать медленно. Игроки команды Нави. Сист. В коннекторе. Нет до сих пор ни одного у нас контакта. Очень пассивно играет G2. Это, в принципе, тоже правильно. Они дают пространство Нави. И сейчас Нави уже будут читаться. Естественно, G2 понимает, что это заход на точку А. Смис делает минус. Также Шокс отвечает. Но Эдвард врывается. Работает УМПшка. Вот то, что нужно было вам сразу. Эдвард, который работает сейчас УМПшкой. Нельзя было брать калаши. Нужно было Эдвард. Двигается в сторону длины. Бомба у нас находится на старте Банана. Ну и Сист выполняет, как всегда, роль Люркера перед В. Но как минимум двоих на монстре он держит. Так. Симпл. По флешку тоже текает у нас Банан. 35 секунд до конца раунда. Бомба не на руках. Это интересно. Нави не так часто отыгрывает такие раунды. Бадди под Б. Возможно, будет врываться тоже под флешку. Там только один Сист. Очень долго. И тут уже нужно выходить Нави. Ай-яй-яй. Грата в руке. Все-таки Сист погибает. Бадди его забирает. И уже дает информацию, что это не Б. Ребята, нужно перетягиваться. Симпл забирает. На спеца тоже скрим отвечает. Смоук. И еще и второго. Нет, не забирает. Флэми переспреивает. Дальше Шокс также погибает. Но РПК уже на быстрый хилпе. Бомба не поставлена. Один на один. Прикройте Бомбера. Бомбера прикрой. А, не один в один. Пропустил. Продожди. Ну все. Провтыкал. Там просто декой горел. Я подумал, что их двое осталось. Так. Ну, Гардиан против Бадди. Плохо, что он с АВП. Ну, Гардиан такой парень, что может попасть. Но если не попадет, то будет беда. Ну, тени виды соперника. И Бадди тут не туда смотрел. В любом случае погибает от снайпера. Так. Гардиан ждет все-таки скрима, который не очень хорошо отыграл за камнем. Ошибка от него. Это 100%, можно сказать. Нави. Бомба на РСП. 30 секунд до конца. Что будем делать? Четвером стягиваются на точку Б. Угадает ли. Сист тут всю дорогу лёркал. И ты знаешь, мне нравится то, что Нави ходили на А, у них получалось. А вот то, что они идут на Б, мне это не нравится. Посмотрим, как это закончится. Бадди делает минус по Систу. Начинается раскидка у Нави. Они уже палятся. Они уже читаются. Сейчас очень быстро будет стяжка. И вот главный момент. Кроме того, что сделают минус на пленте. Как потом законтролят шорт? Потому что с коннектора придет Симпл. И Флейми открывает Б плент. Вот он шок. С коннектора должны были здесь Нави прикрыть своих тиммейтов. Так и есть. Бомбера прикройте! Бомбер уже поставил бобу и Флейми. Миссисипл обзаканчивают этот роман своими минусами. Это 12-10 от команды НАТУ Свинцера. Ключики к своим соперникам. И попробовать все-таки вскрыть оборону. Наверное, все-таки в данном случае на Б пленте. Потому что мы видим, что есть раскидка. И бомба стоит как раз таки перед монстром. Так и есть. И Шокс решает все-таки выйти. Симпл хоронит одного второго. РПК тоже туда пошел. Сказал, зачем я туда пошел? Господи, мне нужно было играть просто на размене. Это не получается. Бадди за плентом пока что отмораживаться. Нужно просто его забрать. И он засправил Сизда. Тут же спрыгивает вниз. Нужно загнать. Нужно загнать. Да, получается. Нет, все-таки Флейми этого не делает. Но Симпл дальше продолжает действовать. Уже минус 4 от Саши Костер. Возможно, это будет Эйс. И Скрим через девятку попытается все-таки перечить команде. Натус Винцера. Но нет, это не Эйс. И только один набор из щипчиков у капитана Шакса, который сейчас должен настроить свою команду на то, чтобы тащить, получится это или нет. Ну, нужно смотреть после этого раунда. Здесь Симпл играет через коннектор и перестреливает Бадди без шанса. Просто хэдшот залетает. 9 хп остается у Саши. Но главное, что есть оффенфраг. Большинство для Na'Vi. Симпл. Да, действительно просил по хп. Но Na'Vi продолжает играть дальше медленно. G2 находится уже в сложных довольно решениях. Ну, как минимум, они в меньшинстве. И нужно прикрывать какую-то зону, которая осталась свободной благодаря тому, что Na'Vi сделали минус. Два игрока G2 в туалетах. Хороший Молотов. Тут же выкуривает еще и Флейми. Ожидает наверняка здесь скрима. Прилетает флешечка. И Флейми делает еще один минус по скриму. Судя по всему, Игорь Васильев тоже разыгрался. Отличный хэдшот от Симпла. Разобрали. Na'Vi в этом раунде полностью G2 и, судя по всему, выигрывает карту оверпасс. Ну, вот в этом раунде даже особо без тактик. Тут просто мы видим уже, да, вот. Логически то, что происходило все последние раунды, заканчивается тем, что Na'Vi просто двигаются, чекают все позиции. Наконец-то вот уже после этого, после этого только что смотрели, это Хэнни, который в коннекторе играет с ВП, чтобы он не смог выйти нормально на хэлп. У Сиз делает минус по стилу. Стил не выдержал, у него был маг седьмой, он решил поджать и проиграл эту дуэль флейми. Так, Болтс тоже проигрывает Лукас. Под коврами не чекается Симпл, тут же погибает бомба, валится на пол. 15 секунд до конца этого рауна нужно двигаться Na'Vi. И Эдвард тут же убивает Лукаса. И Гардиан как круто отрабатывает Фелпса. Хэнни отвечает с ВП. По нему информация, и сейчас Сиз просто зовет в спину и убьет соперника. Это два игрока, это Симпл и Сиз, которые пока что не вышли. А Фелпс в машине Симпл не ожидал его, откидывает Фелпс как же смог. Болтс был близок к тому, чтобы найти фраг, но Флейми его пережал. Ситуация 3 в 3, Na'Vi решает пойти, но это неплохое решение. Идут они через коннектор. Это ошибка от Лукаса. Это однозначная ошибка от Лукаса. И не самая лучшая позиция против коннектора. Ну да, согласен. Куда ты будешь смотреть, когда ты будешь выходить через коннектор через такой угол? Конечно же, на плент именно в эту позицию, но можно еще прочекать слева, но в любом случае у нас хэнни обрабатывается через молотов. И он очень красный. 36 хп и уже 0. Ну давайте посмотрим, как этот быстрый ретейк будет воплощаться в жизнь. У нас, судя по всему, матчмейкинг-тактика от Immortals. Это пуш в B. Да, залетел смог у нас на старт. Сист уже говорит о том, что просто не то, что говорит, кричит о том, что это B. Ребята, перетейк, это C. Минус один. Еще последний патрон. Минус Фелпс. Боже, какой тут просто прием от Симпл ассист до каширный. Бомбы пойдут все-таки на B, да? Получается, что так. А вот если бы Симпл поджал, блин, ну не хватает реальной координации, конечно. Ну вот тут момент очень интересный. В любом случае. Интересный, да. Два игрока на машине это могут не прочитать. И тут интересно, где будет бомба устанавливаться. На зиг или все-таки на дефолте? Тут это очень важно на самом деле. Раскидка пошла от Immortals. Понятно, что есть инфа от Симпла и Сизда. Ну и здесь чекается позиция. Но Болл все-таки второго не ожидал. Симпл убивает соперника. Бомба падает под него. 10 секунд до 6 раунда. Симпл оформляет еще одного. Это последний. ВОООООООООООООООУ! Уже, мы видим, через Short пытался пройти Фелбса. Очень, очень оптимистично с его стороны. Guardian делает килл по Фелбсу. Сист на хорошей позиции под В. Ой, там Симпл еще ассистит, делает минус. Но тут же отлетает от Лукаса. Сист двигается. Guardian забирает Хейни на миде. Скорее всего, это происходило. Сист до сих пор живет. И самое главное, что он это делает. Да-да-да. Все правильно делает. Растягивает фокус, и тут уже Болт состоится последним, тут доедает его все-таки. Флейми смотрит выход с ковров, Лукас уже готов выходить с коннектора, чекает позиции. Так, Эдвард минус Хэнни, это было в шорте. Болт, отличный хэдшот, даже не хэдшот, это прострел по Флейми. Как же так, Гардиан здесь может быть выключен полностью. Отличный минус от Гардиана, 2 килла включается Словак. Так, что у нас дальше, Лукас краснючий на пленте. Куда ты лезешь, боже, ну куда же ты лезешь? 2 в 3 ситуация, 25 секунд до конца этого раунда, бомба до сих пор не поставлена. И бомба, кстати, находится в яме, это Лукас, который очень красный, он не понимает, что и где ожидать соперника, потому что нужно прочекать много позиций, тайминг уже очень поздний. Эдвард пока что отмораживается на Дельпоне, с ним вместе действует Симпл. Ну и еще один игрок, я говорю сейчас о Сиде, который действует через зиг, и убивает он Лукаса, господи! Портс коннектор, это 100% под флешечку, выходит на Флейми. Флейми, так, Лукас заметил соперника, пытается прошить, тут нужно выходить Флейми, но он выходит прямо на присок сопернику, ну и уже 5 на 3, уже провал от команды Na'Vi, но дальше работает Симпл, который просто переключается на Усп и не убивает Лукаса. С двумя АВП Na'Vi обороняется в этом раунде, и в который раз мы уже можем сконстатировать тот факт, что с двумя АВИками в защите Na'Vi не могут совладать с командой Immortals. Immortals очень хорошо вышли уже на А, Гардиан рискует, делает минус по стилу, там у нас еще и живет Сиз, но Фелпс, с ней читается, вот он Луркер. Ах уж этот Фелпс, ох уж этот Луркер, но Гардиан смотрит, он разворачивается и убивает его уже. Есть два минуса от Гардиана, действительно, 2-2 ситуация против Болтса, и Хенни будут действовать наши бомбардиры. Ну и Болтс пока что не выходит, просто через ковры действует, там Гардиан под флешку вырывается и промахивается по сопернику. Но есть информация по одному, но бомбу не видели, это самое главное. Как не попал! Прострел по Гардиану, 48 хп, но по Сизду нет информации, он находится на коннекторе, пока что палится. У нас оба игрока команды Immortals, просто Болтс унальвается, Господи, Сиз должен забрать! У Денис! У Денис! Болтс ему забирает, но Гардиану больше больше, он тут не читался на этой фроне, промах от него! 30 секунд до конца этого раунда, Болтс, 1 на 1 ситуация, у него нет бомбы, нужно двигаться против этого АП! Куда ты идешь? Боятся ошибиться, цена сейчас ошибки любой очень и очень высока. Да, могут повторить Immortals в позицию Na'Vi на третьем раунде, но Хенни забирает Сизда при выходе через метро, и работа дальше, нужно убивать Этварду, получается забрать противника на выпад через окно от Болтса, и Гардиану начинает Фелп через Зиг, и Флейми был не готов к этой встрече, там стил, кстати, было рядом, 3 в 3. Ситуация 3 в 3, 2 игрока у Immortals на Б, что Na'Vi будут с этим делать? Они не знают об этом, они могут только подозревать, бомба идет на ковры Б, и это очень и очень долго. Сейчас какое-то время пройдет, и Na'Vi поймут, вернее не Na'Vi, а Immortals поймут, что на АТа не пойдут наши оппоненты, и начнут стягиваться Эдвард с бомбой очень долго, ребят, Na'Vi очень долго. Поймите, вы сейчас по таймингу очень сильно просаживаетесь, лучше рискнуть, ну и все, это Фелпс, это сейчас просто, это ГГ. Ну, этот парень слишком хорош на самом деле сегодня на этом мираже, он сейчас просто увидит соперников и затопит, и минус 2. Эдвард и Симпл, Гардиан последний, 78 хп, АК 47 на руках, будет выпад на точку Б, ну тут можно поставить бомбу, в любом случае, пока что Immortals даже не пытается на него выходить агрессивно, только один Фелпс идет в спину, ну понятно, что ему нужно заходить, и он примакивается, это уже интересно. Так, фейк, 8 секунд до конца этого раунда, стил тоже ошибается, это 1 на 1. Все, ставь бомбу, успевает, успевает, ситуация 1 в 1, Лукас против Гардиана, ну, сейчас просто должны поцеловать его, если он возьмет этот раунд, должны просто встать и поцеловать его в лысину, в щеку, не знаю, куда угодно, если Гардиан потащит этот раунд. Ой, 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 Словак, уходит за Форест, а Лукас уже направляется по нему. Ооооооооооо!